Привет ребята, это Madcore и курс ControlPaint.com Надеюсь, что вы научились многим интересным вещам во время моих занятий по основе и композиции Можете считать, что мы уже прошли азбуку композиции В серии Film Stories, композиции в фильмах, мы рассмотрим, как эти принципы применяются на практике Суть этих занятий в том, чтобы взять какой-нибудь фильм и не использовать его в качестве учебного материала На примере стоп-кадров мы будем изучать использование композиции Вообще, можно использовать любой источник медиа для изучения композиции Можно изучать композицию на основе рекламных объявлений или постеров к фильмам Но я специально выбрал фильмы, так как создать фильм – это дорогое, очень дорогое удовольствие Поэтому во время съемок над каждым кадром работает уйма специалистов В фильмах с высоким бюджетом каждый стоп-кадр вылезан до блеска Поэтому можно взять из фильма любой стоп-кадр И я даю почти 100% гарантию, что он будет выстроен по всем канонам композиции И как мы уже говорили раньше, если взять подобный стоп-кадр и внимательно его проанализировать То можно кое-чему научиться В первом занятии давайте поговорим о том, что вам понадобится для занятий Самое важное – научиться делать стоп-кадры во время просмотра видео Проще всего взять DVD, вставить в компьютер и сделать стоп-кадр Я советую вам пользоваться проигрывателем VLC Media Player Это кроссплатформенный, бесплатный, опенсорсный проигрыватель Очень классная вещь Мне особенно нравится он тем, что вы сами можете назначать кнопку для того, чтобы делать стоп-кадры во время просмотра Если во время фильма увидите что-то крутое, вам достаточно будет нажать нужную клавишу и стоп-кадр сохранится на вашем компьютере Так можно за очень короткий срок собрать богатую коллекцию стоп-кадров Если у вас нет возможности просматривать DVD, то вы можете смотреть видео через интернет-каналы Может быть у вас есть подписка на Netflix или вы смотрите видео на YouTube Неважно, единственное неудобство вы смотрите это через браузер И поэтому вам придется делать скриншоты Если у вас PC, то вы можете нажать кнопку Print Screen и получите примерно вот такой результат В буфер сохранится все изображение на вашем экране Ну, ну не так уж и плохо, вам нужна лишь картинка из проигрывателя, все остальное мусор Открою вам страшный секрет, если нажать клавишу Alt и нажать Print Screen, то вы сохраните в буфере только изображение активного окна У меня активно окно интернет-браузера, все остальное за кадром Это примерно то же самое, что и работа Ctrl-C или Copy Откроете новый документ Photoshop Вставьте изображение и у вас будет скриншот Это куда более утомительно, так как вам придется вручную делать скриншоты, затем сохранить их как рисунки JPEG или в другом любом подходящем формате Если вы научитесь делать скриншоты, то вы сможете превратить двухчасовое развлечение в учебное пособие по рисованию ценой в 30-40 долларов Вы без труда сможете вытащить из одного фильма 100-200 стоп-кадров И каждый стоп-кадр, это все равно, что изображение в дорогом учебнике В будущих занятиях мы обсудим то, как правильно препарировать эти стоп-кадры Мы обсудим различные способы обучения во время просмотра фильма А пока займитесь подготовкой стоп-кадров Пробуйте, ищите, делайте Спасибо за внимание, желаю вам удачи!